Доброго времени суток, часа в пути и мы в балахне. Вот такое вот сразу начало будет. О, ребята, сегодня Рыжкин шагает по балахне, город небольшой. Дим, когда он приобрел статус города? По-моему, в 1546, да? Город не знаем, там Астон 1400. Сейчас Дим проверит, я пока постараюсь другие факты вспомнить. Здесь проживает порядка 49 тысяч человек. Вот, город небольшой. В основном, как я понимаю, мы будем видеть церквушки. Также тут есть небольшой зоопарк, в который зайдем. И вот там вот набережная. Соответственно, там тоже походим. Ну, естественно, будем искать какое-нибудь местное заведение, где покушать и почувствовать балахно. Какой год? Город с 536. 536? 1536, да? Есть. Вот, все, отлично. Ну, он 1474. Ну, да, 1474. Ну, там типа первые упоминания в 1536. Ну, назвали «Соль на городе». Соль на городе. На городце. На городце. На городце? Соль на городце. Балахне. С. Работаем. Первая наша точка – это небольшой парк с зоопарком. Не факт, что мы в зоопарк зайдем, но Дима нашел. Вот. Мигалыч, плю мне в рот. У нас тут мемный водопадик, да? Ой, как это? Фонтанчик. Ого! А что как? Мне под комментариями, ой, под комментариями, под роликами в комментариях ругались, что я мало город показываю. В этом выпуске будет много города, чтобы вы как будто вместе с нами ходите. Вот. Хотя все через эмоции у нас тут как показывается. Рост туриста нас не финансирует. Ну, ладно, окей, хорошо. Я хочу сладкую ладу. Ты хочешь сладкую ладу? И игрушку купить. Ладно, будет. Парк был пройден нами меньше, чем, наверное, за 10 минут. Вот. Соответственно, мы без ваты, потому что Мила не хочет вату вне парка. В маленьком парке. Вот. И, соответственно, в зоопарк мы не пошли, так как он такой же мелкий. И типа 400 рублей платить за 7 минут, но в нижнем сходим. А сейчас мы направляемся, скажем так, в культурный центр Балахны. Будем искать церквушки, ну и, естественно, вождя. Куда ж без него. Вот. И, как всегда, ребят, работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За моей спиной Кузьма Минин, здрасьте, ребяточки вот тут, он танцует, присядочку, мы на площади Минина, ну как бы, наверное, логично. Зима, нам куды? Туды? Туды? Вот туды пойдем. Церквушечка. Балакна 550. А почему 550? Ну что, это 1474. А, то есть они все-таки от этого себя посчитали? Ну ладно, ладно, работаем. Мы шли-шли-шли и пришли к церкви. Никольская. 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 Окей. Никольская, да. Вот. А вот. Сейчас будем заходить. Я хочу подарку зайти. Мил, на голову что-нибудь это. Плюх? Корону. Надеюсь, не задымлюсь. Вот, кстати, как всегда, вот видели, что я показывал на площади Минина? Там церкви нет. Мы заходим на территорию церкви и чистенько. Как бы, ну вы понимаете, да? Вообще миленько. Никольская церковь, да. Здорово, мистер Мух. Как вам тут? Ладно, меня отвлекаем. А вот это вот просто отличнейший арт-объект получается. Ну и реновация. Фонарик светится. Днем светится. Вот так вот выглядит балахна где? Ну, в глубине своей, да? Ага. Вот, ребят, по балахне в глубине. И точечки. Да, в этом выпуске больше вот этого, как-то экспозиция. Городца, да-да-да. Не, ну а что, опять какой-нибудь балахинец придет ко мне в комментарии, типа, я город не посмотрел. Смотри. Я не балахниник. Ну, а, кстати, а как? Да, кстати, житель балахны, это кто? Дим. Пусть платят в комментарии. Пишите в комментарии. Там сейчас будет, пошел нахуй. Так, а вот там у нас набережная. У меня такое ощущение, что балахна нас сейчас немножечко обманывает, потому что мы в каком-то денежном районе идем. Вот. Я думаю, надо будет в какие-то другие дебри все-таки заглянуть. О, все, шагаем. И не просто шагаем, а работаем. Так, мы сейчас где? В парке перед этим, как его? Перед набережной. Там пятый кит, а вот здесь вот поймали большую медузу, и дети на ней прыгают. Будут, когда я похудею. В общем, что у нас дальше? Шагать, да? Ну, вот туда парк так же продолжается, и вот там, ну, там уже ничего не видели. Я даже еще виновички не понял. Вот, что вспомнили. Работаем. Дима, какую реку сейчас можно наблюдать за мной? Волга. Ну, и, соответственно, так же вы можете наблюдать, вон, метеорчик, набережная. Вот там амфитеатр, или как это правильно назвать? А вот там Балатинский порт. Господи. Интересно, какой капитан у этих судн. Не позавидуешь ему, да? Вот такие, короче, виды. Не, неплохо. Меня только смущает то, что... Вот, посмотрите, опять же, день, и горит свет. То есть, вот там вот он мигает. Здесь горит. То есть, а в чем смысл фонари включать днем? Сейчас времени, ну-ка, 14.32. Как бы это странно. Мы рады и то, что пространства, по которым мы пока ходили, если не считать пространства, которые находятся в стадии ремонта, они, ну, чистые. Чистые. Пока положительная волохна показывает себя. Посмотрим, конечно, как тут кормят. Понаблюдаем, в принципе, за людьми. Спустимся к лодочкам. А, лайфхан? К лодочкам. Есть? Да, есть, вон, на пляж. Работаем. Вообще, мы спустились и... Да? О, эхо, эхо. Короче, лодочек. Я надеюсь, меня сейчас не подстрелят. Здрасте. Здорово, ребят, я уплываю. Вон, мы с утятами будем тусить. Мил, возьми телефон. Помашу своим любимым подписчикам. Здорово. Работаем, ребят, работаем. Я хотел сказать, что важная вещь была обнаружена. Туалет. А ты сразу срать и срать. Я просто хочу порадоваться за данное городское пространство. Ну и, соответственно, сам... Как это? Это ведь амфитеатр, так это называется? Или как правильно вот эту часть театра-то назвать? Пишите в комментариях. Вон там диджей вроде есть. Ну или просто хуй, я не знаю. Чувак, ты аж бежай себе стоять, смотришь. И опять горят. Я не понимаю, что это за феномен. Но они не все же горят. Ну это вот, не сломайте. Вечером они не горят. Круто. Работаем. Мы свернули с циклопической набережды, потому что она была действительно длинная. Хотя население здесь такое, что оно все не заполнит. И... Дим, ты что? Ты вождь? Какой кадр? Ну да. Прямо частная застройка. А на фоне какая? Яблочки. Очень хочется. И производство. В общем, мы попадаем немного в другую часть Балахны. То есть, получается, менее денежную. Вот. И у нас следующая церковь там. Что такое, Вов? Ничего. Я жду пока выключить камеру, чтобы сказать, что думал. О, пэцы. В общем, продолжаем движение и работаем. Нашли до следующей церковушки. Мне интересно, это святая вода будет или нет? Просвещенная. Просто мыю, нажал и держи. Ее, накачать надо. Это же качалка. Просто нажми, держи. Как ты, я не знаю, братский. Знаешь, раньше, когда они такие были, их надо было накачивать. И потом, да было, я в деревне, когда жил. Что там качал? Ничего там качать не надо. Да. Как такие. Ну ладно. Ну ладно. Даже можно чуть-чуть включить, а мы будем сразу, да. Послышим. Я хочу всю воду. Экология. У меня просто делал на то же самое, что я говорю. Вот это вот надо вот так вот, чуть-чуть нажать. Да. Как на чугуле, знаешь, просто. У меня это вся пластмасса развивается. Я такой, как так можно? Ну и вот вам, соответственно, панорамные, так сказать, виды. По сути, классическая двухэтажная Россия сейчас перед вашими глазами. Тихо, спокойно, людей нет. Вот знаете, напоминает немножечко Лыскова. Правда, Лыскова в два раза меньше, но все же. Тоже такой русский пинпикс, назовем это так. А мы внутрь будем заходить? Ужас. Как бы город маленький, но учебное заведение имеется достаточно приятного вида. Сейчас мы прогуливаемся по спальным районам. Ребята, вы что вернулись? А вы что вернулись? Мы тут и две. А-а-а, вы мои хорошие. Там вот я телефон уберем, блядь, катастрофу не подходим. В общем, мы сейчас по спальным районам шарахаемся. До этого был частный техник, а сейчас спальники, как я понимаю. Соответственно, будем вам показывать виды, видимо, основной части города. А, соответственно, вот такие вот домики. Серенькие пятиэтажки с, ну, назовем это, кастомизацией. У нас сейчас в планах, скорее всего, где-нибудь опустить наши прекрасные тела, дабы поесть. И после продолжить маршруты до вождя и дальше кольцевать по городу. Там у Димы какие-то свои приколюхи, в общем, мы ему доверяем. Ну и как всегда, ребят, работаем. Мы выходим из одной части спального района в другую часть, чтобы там поесть. Дима прикупился кепочку. Наблюдаем везде стройки. Город обновляется. Видимо, из-за того, что 550 лет стукнуло, и деньги пошли. У Вовы есть, конечно, другая теория, но мы об этом не будем. В общем, надо сейчас вон туда, а потом направо. И будем кушаться. И как всегда, работаем. Не удалось нам покушать в гурмане, в котором мы планируем, потому что он закрыт. Но зато мы сейчас наблюдаем прикольные строеницы. Нравится. Тоже нравится. Хороший спальный район. Хотя люди здесь какие-то подозрительные, если честно. Конечно, вокруг тебя вот. Сейчас будем идти куда? В ресторан Баку. Вот. Будем надеяться, что он открыт. И постараемся там набить свои желудочки. Вот. Ну и, соответственно, продолжаю показывать вам виды города. Вот так. Вот так. Вон там бабушка какая-то. Работаем. Мы вышли из спальных районов. Сейчас находимся у какой-то... Как это? Объездной. Там вот вновь церквушка небольшая, но, видимо, заброшенная. Мы все еще направляемся к месту, где будем кушать. И в первый раз наблюдаю проблему небольших городов, что проблемно найти место, где поесть. Потому что либо с рейтингами из кухни вообще все очень плохо. Либо приходишь, надеешься, бац, закрытый ты такой. Ну, окей. Перебегаем. Непонятно почему, кстати. Но зато с этой части, с этой стороны дороги вам будет лучше видна... Ну, назовем это церквушка. Как будто в компьютерной игре. Мы сейчас идем. Диабло 2. Вот. И здесь вот нам надо туда попасть, в башню и графиню замочить. Мне нравится. Она заколочена. Все демоны либо убиты, либо они все снаружи. Мы разберемся с этим обязательно. И, как всегда, ребят, работаем. В общем, мы дошли до ресторана Баку. Сейчас будем надеяться, что мы там все-таки поедим. Но ведь это включение для другого. Как всегда, Рыжкин шагает. Не реклама Старый Кёнигсберг. Ну, и все, блин, пока. Старый Рыжкин, Старый Кёнигсберг. Вы все прекрасно знаете. На. Это для того, чтобы аппетит разыгрался. Сейчас будем заходить. Выглядит странненько, но будем надеяться, что нас там не обидит. Ну и, как всегда, ребят, работаем. Мы зашли в общего ресторанчика Баку. Смотрите. Он весь для нас. Дима вообще царь. Половина территории Баку, похоже, здесь оказалось. Ждем, короче, как нам приготовят. Постараемся не шуметь, потому что, ну, типа, как бы, ну, атмосфера. Боимся же выгодить повара. Работаем. Итак, мы отобедали достаточно плотно в ресторане Баку. Кстати, очень даже удачно. Вкусно. Недорого. Есть вопрос относительно внезапной позиции в чеке касательно оплаты за обслуживание. О чем вообще сказали. И вопрос к их санузлу. А так все ок. Полное описание будет у меня в телеграм-канале. Ссылочки в описании, в комментарии закрепленном. Ну, вы все знаете. Будете в Балахне, советую. Я так скажу. Я высокую оценку заведению не поставлю. Но именно как на поесть, это прямо да. То есть, если вас не смущает, где оно находится, что до него придется идти или ехать. Все равно я бы вам, вот как гостям города Балахна, да и даже жителям, я советую сюда заходить. Сейчас направляемся обратно в центр города. Будем проходить около, получается, опять частного сектора. И, соответственно, у нас следующая точка. Ну, одна из основных. Это, естественно, вождь. Куда же без него. Ну, и будем продолжать наматывать шагометр, да. Вот. И, как всегда, ребят, работаем. Возвращаясь к теме Диабло. Сейчас продолжаем идти по объездной. Смотрите, какой вход у них идет в кладбище. Это со всем уважением, если что. Прям старая архитектура в рамках такого забора. Это очень здорово выглядит. Так я об этом что и говорю. Я говорю, что круто выглядит кладбище. Где-то там кровавый ворон. Ну, это здорово, действительно. Вот если это еще поддерживать в порядке, будет вообще муа. Потому что это как раз культурный код. Не генетический, а культурный. А еще у нас тут байкеры. В общем, продолжаем движение. У нас скоро должен быть город, как говорят господа. Ну, а мы, как всегда, работаем. Мы нашли котика, который очень хочет кушать. Приятного аппетита, котик. Я не вкрус. Работаем. Опять же, виды для тех, кому мало видов городов. Вот так выглядит двухэтажная Россия, если вы не знали. Вот таким макаром. А еще, как я говорил раньше, здесь люди какие-то, ну, недобрые, что ли. Уже не первый раз замечаю, как проходят рядом с нами и зыркают на нас с недоверием таким. Че они тут забыли? Ну, хуя вы злые такие, а? Ну-ка, быстро подписались на мой телеграм-канал. Там дофига людей. И, в общем, будет у вас хорошо, а мы работаем. А как? Так, Fluke Oil, МТС, Газпром. Кто у нас еще из больших корпораций? МНДМС. Заходите ко мне с рекламой. Видите, как можно интегрировать. МНДМС вообще была бы классная интеграция. Я бы рожу в черную покрасил. Блэкфейс. Работаем, ребят. Шло время. У нас балахной сгустились тучи. Капает дождь, но мы не умывали. Не умывали, не умывали, потому что... КАААААААААААААААААААААААААААААААААА. Вот мне интересно, сзади нас там полисмены стоят, они как отреагируют на это? Смотрите, нестандартный вождь. Смартфончик смотрит. Ищет что-то. Он инвестор называется Ленинс айфона. Чё ищешь? Каким-то красным ссылкам переходишь Ага, прекрасный вождь Основное на сегодня выполнено Что у нас сдать, Шудимов? Обратно А Мила предлагала где-то здесь пиво вообще попить Пиво попить тогда Я предлагала на лавочке посидеть и вытаркнуть песок с красотой Это тоже можно Кстати, добрый семноптик, Мила, чё у вас по погоде? Фень какая-то Работаем Как мы сейчас выяснили, вождь, он не Балахнинский, 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 он, смотри, Балахна на опасности, вот, все это Балахна. Да господи, ну это Правдинск. В общем, мы в Правдинске, который около Балахны в Балахне тяжело. В любом случае, вождя увидели? Я загружал гид, гид по Балахне, и там Ленин как раз этот последний в списке. Так что мы в Балахне. Работаем. Сейчас посидели в очередном заведении, как-то правильно прочитаете, Папа Марббург. В общем, в чем суть? Сейчас скажу, сейчас отвечу. Суть в том, что и в этом заведении просто в чек подсунули 10% только уже не за обслуживание, а за вынос еды. У меня вопрос, вот к первому заведению вопросов как бы не особо много было, а вот к этому нам вынесли только пиццу и пиво, как бы. А вы не охуели? И вот если первое место я туда советую зайти, сюда я не советую зайти. Поэтому жители города Балахна и гости вот сюда не заходите. Пицца нормальная, пиво, ну пиво, но не заходите. Что это за 10% за вынос еды? Как бы, блядь, это вообще не серьезно нахуй. Что за наебки? И никто не говорит про это. Типа вот в конце чека, а если я пришел и рассчитал? Не, нахуй. В общем, как-то так, сейчас ждем ребят и будем думать, каким макаром мы добираемся до машины. Да, мы уже направляться в Нижний Новгород. Работаем, ага, за 10%. Короче, мы вернулись туда, с чего начинали. Вот, видите, те самые виды. Справа от меня зоопарк. Как бы заказывали к нему с другой стороны, но привезли сюда. У Балахны очень странный подход к клиентскому сервису. Ну да бог с ним. Сейчас постараемся зайти в какой-нибудь магазин, чтобы купить еду домой. И будем направляться логично домой. Ну и как всегда, ребят, работаем. Закупились пятерочки. И смотрите, какие здесь торговые ряды. Это как бы, это такие, с одной стороны, прикольные и чистые, но с другой стороны, из-за угла сейчас кто-нибудь выбежит за дозой и пырнет тебя в бок. А так миленько. Сейчас к машинке, перекур, садимся. И час пути до Нижнего, где будем тупить в своих кроватках и монтировать это видео. Спасибо, что смотрели. И как всегда, ребят, работаем. Спасибо. Спасибо.